А дальше вот номер. Ванная комната, принадлежности все, туалет, душевая кабинка, полотенце есть, полотенце именные, шарот, шкафчик, ну и, собственно, небольшая территория отеля Шервуд Брис. Так, номер Family Connection. Душевая, туалет, пожалуйста, большая комната, спальня, телевизор, чай, кофе, еще телевизор. Холодильник, немножко скромненько. Ну и еще одна ванная комната, тоже душевая кабинка. Я зашла в ресторан, это основной ресторан отеля Шервуд Брис. Сейчас зима, поэтому ресторан работает не на полную мощность, но зато вот все равно есть что выбрать. Заправленные салаты, сыры всевозможные, брынза, сулугуни, обычный сыр. Так, перчик фаршированный, это все холодные закуски, мяско, оливки с анчоусами, еще одна мяско, рыбка. Так, салатики, лук маринованный, здесь соленья, соус. Так, здесь стойка с фруктами, пожалуйста, яблоки, гуава, апельсины, мандарины, груша, банан, грейпфрут, салаты всевозможные. Всевозможные макароны, макароны были, простите, спагетти, неаполитанские макароны. Все это было и днем, сегодня на ужин туда же баранина, картошка фри, сырное тесто. Так, рис есть. Фасоль, картошечка, баклажаны, ну, собственно, что-то. Они здесь можно, любой микс приготовят в специальной сковороде бок. Так, чай, кофе. Здесь можно самому все обслужиться или же попросить, чтобы официант все принес. И, конечно же, стойка сладостей. Так, как отель работает не на полную мощность, то небольшой выбор. Могу себе представить, что нас ждет летом. Ну, и, конечно же, восточной сладости. Чтобы выйти на территорию отеля, нужно спуститься на минус первый этаж, пройти мимо основного ресторана. И мимо бара, там дальше сауна, точнее, полный даже спа-комплекс. Выйду, покажу еще. Территория отеля небольшая. Так, дневная анимация. Отель имеет два корпуса. Вот, корпус А и корпус Б. На первом этаже, то есть, зоне рецепции он соединен. Так, несколько бассейнов. Вечером этот фонтан подсвечивается. Играет очень приятная музыка. Сегодня плюс 16. 19 января. День крещения. Хочу отметить, что очень очень комфортно на улице. Территория отеля небольшая, ухоженная, зеленая. Несколько бассейнов. Есть еще такая вот маленькая фишка. Это бассейн на возвышенности небольшой. И здесь вот сейчас, 19 января, иностранные гости, в частности немцы, принимают солнечные ванны. Потому что на улице плюс 16. Тепло. Очень комфортно. Отель работает круглогодично. Сейчас, конечно же, вот там дальше я направила объектив амфитеатр. В зимнее время он не работает. Летом там проходит анимация. Сейчас вся анимация проходит внутри отеля. Отель очень вкусное питание. Все есть. Рыба, печень, язык, говядина, рыбка пареная, жареная, салаты, фрукты есть сезонные. Ну, то есть голодным остаться ну, просто нереально. Все очень вкусно. Даже при желании, при тебе там шеф-повар там приготовит то, что из тех продуктов, которые только ты ешь, да, там, например, есть люди, которые там не едят лук. Вот, пожалуйста, он может приготовить очень простое блюдо там без лука. Так, есть два детских мини-клуба. Один клуб расположен внутри, на минус-первом этаже, а второй, собственно, здесь вот на улице, возле берега, возле пляжа. Понятное дело, что сейчас он не работает, вот так как зима. Ну, а в летнее время здесь проходит активная анимация, целый день занимаются детьми разной возрастной категории. Так, это все небольшая территория отеля, при этом все подстрижено, все ухожено, каждый день убирают чистенько, комфортно, очень-очень приятно. До моря буквально там три минуты пройти пешочком, и вы уже на пляже. Отель работает на концепции 24 часа, все включено. Алкогольные напитки, еда, то есть есть поздний ужин, поздние закуски. Ну, скажем так, в какое бы время ты не захотел кушать, ты всегда можешь что-то в отеле найти. Почему именно этот отель? Я бы советовала в первую очередь тем, кто любит жить рядом с Анталией, кто любит шопинг, потому что на выходе из отеля есть несколько, там целая аллея маленьких магазинчиков, относительно маленьких, так, я вышла сейчас на пляж, хочу вам показать, что пляжная полоса широкая, но не очень длинная, но гостям вполне его достаточно, хватает, есть пирс, летом он, конечно же, ухожен, облагорожен, там стоят зонтики-шезлонги, сервис предоставляют, разумеется, отель, городской, расположен в районе Анталии, район Кунду, Лара, очень приятные, светлые номера, большинство номеров выходят с видом либо частичным, либо фронтальным на море, но вот есть одна маленькая такая особенность этого отеля, это прозрачные перила на балконе, и за счет строения тебе очень хорошо просматриваешь людей, которые отдыхают на этих балконах. Так, это все бассейн, и, собственно, в бассейн можно попасть в бар возле бассейна. Что еще интересно в этом отеле, это то, что есть ночной клуб, который работает там до двух часов ночи. В принципе, можно даже особо за территорию отеля не выходить, потому что у тебя круглосуточно тебя развлекают. Днем ты загораешь, когда погода позволяет, вот как, например, сегодня, вечером после ужина анимация, это либо танцы, либо караоке, либо просто живая музыка, а, собственно, ночью танцы в ночном клубе. так что для любителей погреться и уехать куда-нибудь в теплые края, когда на родине в Украине там минус 10, минус 15 градусов мороза, шикарная альтернатива, просто шикарная. при выходе из отеля или же наоборот, при подъезде к отелю можно увидеть аквапарк. Несколько горок, есть детская зона, горки для взрослых, это все находится вот в центре города, напротив шоппинг. Несколько магазинов рядом, соседний отель в стиле фэн-шуй, лимак, лара. И это все территория Анталии, район Кунду. Кунду.